Всем привет! Сегодня мы будем натягивать холст на подрамник. Для этого нам понадобится сам программник, как собрать, который мы показали в предыдущей серии. Вот он. Далее нам понадобится один маркер, простой карандаш на всякий случай, степлер, ножницы и, собственно, сам холст. Мы выбрали вот такой тонкий льняной холст. Ну что ж, приступим. Берем холст. Продьем его на стол. Так, чтобы наш подрамник оказался посерединке. С каждой стороны оставим приблизительно по 10-15 см. Тай холста называется кромкой. Та часть, которая определяет длину холста, это основа, нити основы. Они толще, а те нити, которые по ширине, это нити утка. Так, ну, в принципе, мы определили центр, поэтому сейчас мы будем отрезать наш кусок холста. Здесь у нас достаточно много остается, но ничего. Вот так. И отрезаем. Вот так. Ну что ж, холст у нас есть. Теперь нам важно ровно тянуть его, чтобы он не перекосился. Один край у нас является кромкой, это поможет нам выровнять холст, и это будет являться неким ориентиром, такой линейкой для нас. Главное не перетягивать сильный холст, потому что это тоже может привести к деформации нитей, и в дальнейшем это скажется нормально. на качестве работы. Берем степлер. Сначала проверим все. С другой стороны. И начинаем прибивать. Может быть, Ищем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...